Всем привет, с вами Тед Бёртл и мой топ RPG-карт в StarCraft 2 Legacy of the Void. Ну что, начнем с The Ship RPG. К сожалению, много карт в StarCraft 2 недоработаны из-за сложности в редакторе карт. Возможно, это поправили в последнем патче, и скоро появится много новых карт, если ребята будут этим заниматься. Но The Ship, в принципе, достойная карта, она кое-как работает. Вы появляетесь за какой-то класс, можно его менять, и начинаются на вас сыпаться волны, волны, волны врагов. Играть, конечно же, прикольнее с друзьями, иначе вас будут очень зажимать, если вы выбираете не самые правильные позиции. Прокачиваясь, вы покупаете новые оружия, которые, естественно, повышают ваши статы, уроны и прочее, прочее, прочее. И с ними уже идете и наваливаете волнам зерлингов. Поэтому карта хоть как, но работает, и в целом входит в мой топ. Следующая карта Зерк Хантер РПГ, Битрейл 2.0. Карта с системой сохранения, то есть, если вы переграли, вы можете загрузить своего героя. При этом, сам по себе прогресс кампании не сохраняется. Вас закидывает на терранскую базу, ваш персонаж, даже при загрузке, как вы видели, у меня был 19 уровень, он остается нулевым. Но вам нужно лишь подойти к телепорту, и вы, собственно, попадаете и получаете все свои вещи. В основном, они дают максимальные статы, то есть, сам по себе уровень не дает. Здесь есть дерево скиллов, то есть, как в классных классических РПГ, вы можете прокачивать различные способности. Есть инвентарь и рюкзак, соответственно, то есть, вещи вам дают статы, и это помогает убивать зергов. И вам предстоит, собственно, сразу попасть в гущу событий и начать разгребать волны зергов, зерлингов и прочей всякой нечисти, чтобы понять, что происходит вот на этой вот планете, где вы попали. Различные персонажи с различными скиллами. То есть, вот, у оружейника можно менять оружие, которое получает бафы. То есть, в целом, прикольная система, прикольные скиллы. И, ну, играть интересно. Достаточно разнообразная карта, что, опять же, радует и дополняет интереса к игре, потому что одна и та же локация бы надоедала, конечно же. Вот, и миссии постоянно обновляются, дополняются. То есть, мы тут прошли одно задание, потом начинается следующее. Цепочка квестов достаточно длинная. Играть, опять же, вместе с кем-то очень прикольно и интересно, поэтому берите друзей и гоняйте. Игруха крутая. Так, вас ждут перепалки с огромными боссами, которыми нужно будет подумать, как их победить. С ними нужно будет стараться, иначе они, конечно же, вас будут просто крушить. Поэтому, игруха, топчик. Пробуйте, обязательно отпишите в комментах, как вам этот топ. А за эту игруху, Natural Selection OpenRPG, я думаю, каждый зерг должен поставить по лайку. Очень прикольная игруха. Есть баги, какие-то недоработки. То есть, я проходил немножко там с багом на дроне есть, когда мы кидаем ульту. Но это неважно. Игруха прикольная. Нас закидывает обычной личинкой на планету, где появляется наш Брутмазер. То есть, королева зергов. И мы начинаем, как в классической игре, спор, кто играл в такую, развиваться. То есть, убивать врагов, повышать свою ДНК и эволюционировать. Раскидывая скиллы в статы. То есть, поднимая какие-то скиллы как способности. И потом можно отдельно прокачивать классы. Вы видите, вот я теперь за дроном выбираю. То есть, очень много разных классов, которые открываются еще по мере прохождения, когда вы убиваете боссов. Ну и цель классическая для любых зергов, конечно же, захватить всю планету. Для этого вы ищите специальные метки. Подходите их, захватываете за ресурсы, которые вы добываете с убитых врагов. Охраняете их. То есть, такая динамичная, прикольная РПГ. Большая карта для исследований. Куча боссов. Есть достаточное количество в ней секретиков. То есть, что-то надо поискать. Поэтому прикольно. Вот, собственно, сейчас вы наблюдаете битву с боссом. Конечно же, мой прокачанный персонаж, это один из первых боссов. Он его убивает. Но первый бой с этим боссом не всегда такой легкий. Есть много разных статов у персонажей. И поэтому нужно иногда подбирать определенный класс под определенного босса. Так что, игруха реально крутая. Мне понравилась. И она однозначно входит в мой топ. Дрэгон РПГ. Короче, ребята, это супер крутейшая штука. А я ее почти прошел. Если хотите увидеть это, обязательно оставляйте коммент-лайк на этом видосе. И я скину вам прям прохождение этой карты. И я не убил последнего босса. Мы обязательно организуемся. Сделаем розыгрыш среди тех, кто откомментировал. Соберемся пати в 4 человека. И пройдем эту игру все вместе. Вот. Все это будет видео на моем канале. Поэтому, ну, не ленитесь. Оставьте комментик. И тогда вас ждет продолжение. А теперь немножко про эту РПГ. Это буквально World of Warcraft на движке StarCraft. Только, ну, со своей вселенной. Где драконы появились. Вот. Мы сейчас играем за бэйби дракона. Выбиваем какие-то вещи. То есть нам дают квесты. Там. Сходите, сделайте то-се. Есть система скиллов. Такая. То есть в талантов. Если быть точнее. Вкачивания. Есть статы. То есть отдельно они прокачиваются. И отдельно прокачиваются еще навыки. И дракон эволюционирует. Множество различных локаций. Куча квестов. Куча боссов. Здесь нужно с них выбивать шмотки. Можно вкачиваться как в мага. Так и в дальника. Так и в ближника. То есть в целом реально очень прикольная РПГ. Классная карта. Я бы сказал, наверное, это моя любимая пока что РПГ. Именно на движке StarCraft. Ну и конечно же Corruption RPG. Я бы сказал, мега крутейшая штука. Но играть в нее своеобразно. Авторы запарились и сделали кастомный интерфейс. Очень кастомно мы выбираем, собственно, класс в самом начале игры. И управление как в классических ММО, РПГ всяких. То есть снизу у нас панелька скиллов. У нас есть инвентарь. Мы вот так вот бегаем. Камера привязана за нашим героем. И обратите внимание, вправо вверху мини-карта. Тоже она полностью кастомная. Циферки урона. То есть ХП. Скиллы кастуются. Мы видим, как каст скилла идет, как World of Warcraft в нашей жизни. Жизни соперника сверху отображаются. То есть сделали очень качественный, мощный проект. На самом деле запарились. Поэтому, если вы хотите на движке Старкрафта поиграть в РПГ, где вы с братьями-протосами бегаете и помогаете им сеть зерга, где, в принципе, динамика, управление все похоже на World of Warcraft. Такого типа именно РПГшки. То есть вы там даже скиллы перетягиваете. Наверное, смесь какая-то у классических всех таких РПГ. Игруха прикольная. Своебразно сделаны скиллы. Такого вы, естественно, в Старкрафте не встретите. То есть, ну, мобилки действительно кастомные. Их постарались, сделали. Единственное, что мне не нравится, конечно, это, наверное, блюр. Вот это вот мыльцо, размытость. Но в целом автор, наверное, хотел так передать какую-то атмосферу. Вот. Играется достаточно прикольно, необычно. Но на любителя, наверное. То есть, мне больше нравится чистая динамика Старкрафта, как в Dragon RPG в прошлом примере. Однако это, конечно, тоже заслуживает внимания. Ну, посмотрите, реально прикольно. Вот. Надеюсь, вам понравился топ-5 РПГ. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, оставьте коммент. А с вами был Тед Бертл. И, собственно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok